Здравствуйте, друзья! Мы снова с вами встречаемся за обзором толстых литературных художественных журналов. И хотя сейчас уже осень, дождь, в общем, погода мерзопакостная, мы с вами окунемся в лето, потому что будем рассказывать о журналах, которые поступили в библиотеку в июле, августе, ну и в сентябре, таком дождливом. Первый журнал, о котором мы будем говорить, это журнал «Москва. Июльский номер». Что здесь интересного? Что понравилось мне? Это подборка рассказов Галины Бурденко, которая называется «Стоп-кадр». У этого автора, неизвестного для меня доселе, очень живой, яркий, необычный язык. И читать очень интересно. Советую вам познакомиться с этим автором тоже. В рубрике «Московская тетрадь» очередная публикация Михаила Вострашева, которая называется «Красная площадь». Это очередная глава из его книги, которая называется «Москва. 20-й век». И здесь мы, как всегда, у этого автора узнаем много интересного. Ну, например, что по Красной площади когда-то ходили трамваи. Что памятник Минину и Пожарскому находился вовсе не там, где он стоит сейчас, а прямо в центре Красной площади. И что до 30-х годов в здании ГУМа, хорошо нам известном, находились многочисленные конторы советских служащиков. Ну и кроме этого, масса других интересных публикаций и фактов. Теперь мы переходим к журналу «Звезда». Седьмой номер. Здесь, хочу вам сказать, публикуются интересные басни Жанна Делла Фонтена. Эти басни мы в основном знаем в переложении нашего баснописца знаменитого Ивана Андреевича Крылова. Но здесь приводится оригинал «Ворона и лисица» и «Лисица и виноград». Так что сравните, как звучит у Луфонтена оригинал, как звучит у Крылова. Те же самые басни, любопытно, можно больше. Что еще привлекло мое внимание? Это поэзия известного барда Александра Городницкого, всем вам известного по песне «Атланты держат небо на каменных руках». Надеюсь, известно. Ну, кому неизвестно, почитайте. Интересный поэт, достоин внимания. И здесь же новых переводов, ну, прям вся роскошь французской поэзии. Здесь вам, пожалуйста, и Андре Шинье, и Альфред Девиньи, и Шарль Бадлер, и Стефан Маларме, и, конечно же, Коля Верлен в переводе романа Дубровкина. Прекрасная поэзия, прекрасная подборка, получите наслаждение. Читайте, пожалуйста. А, еще хотела вам рассказать о статье Дмитрия Орешкина. Которая называется «Сталин. Цифры». Статья очень любопытная. Здесь приводятся интересные факты, интересные цифры о том, как в ходе Великой Отечественной войны Иосиф Сталин многократно превышал цифры наших побед и многократно принижал цифры наших поражений. Кто интересуется историей и Второй мировой войны истории России в частности, пожалуйста, обратите внимание на эту работу. Теперь мы переходим к журналу «Новый мир». Тоже летний номер июльский. Здесь интересная статья очень Анатолия Гаврилова под названием «Рынка Чайковского». Этот автор живет не в России, он сам живет на Украине и пишет очень-очень редко. Но уж если он пишет, то все, что выходит из его пера, достойно, несомненно, внимания. И здесь, к тому же, еще и предисловие написал замечательный наш писатель Евгений Попов. Пожалуйста, тоже обратите свое внимание на эту работу «Под навесами рынка Чайковского». А в разделе «Литература и ведение» статья Кирилла Корчагина, которая называется «Между Уолтом Плитманом и Витниками» «Бениамин Блаженный и Ксения Некрасова». Знаете таких поэтов? Знаете? Вот, обратите внимание, малоизвестные поэты, которые знакомы лишь немногим, а между тем, в свое время, 20-е, 30-е годы. Они были невероятно популярны. А вот Ксению Некрасову даже называли Ксенией Блаженной. Она очень много писала на такие релизные темы и вообще была вот таким прям лошатым в свое время. Так, теперь мы переходим к иностранной литературе, к седьмому номеру. Этот номер целиком посвящен французской литературе и, в частности, Парижской коммуне. И называется он «14 июля». Это день Парижской коммуны. Здесь есть много работ на эту тему. В частности, одна из работ Франсуа Анри Везерабле, которая называется «Покажи мою голову народу». Это о многочисленных казнях, которые происходили и в период Парижской коммуны, и вокруг этого времени, в ближайшем приближении. Ну, в общем, такая кровожатая статья. Но любопытно очень. За это познакомиться. Еще совершенно замечательная работа. Роман Андрея Новоска, современного французского писателя, называется «Звездный рейс». Этот роман основан на реальных событиях, которые случились в 1947 году во время трансатлантического перелета из Франции в Америку, когда погибло в катастрофе почти полсотни людей. Чем примечателен этот рейс? Тем, что этот перелет совершал возлюбленный Эдит Пиаф Марсель Сердан и знаменитая французская скрипачка Женет Невелл. И автор построил свою работу таким образом, что он рассказывает и о том, как произошла эта катастрофа практически в документальной последовательности, и о том, как сложились судьбы тех, кто собирался лететь, и кто полетел, и кто вдруг почему-то не полетел этим рейсом. И таким образом мы полностью погружаемся в атмосферу этого времени и событий тех лет. Любопытно. Очень роман, почитайте. И здесь же в рубрике «Литературный гид» полностью эта рубрика посвящена 200-летию Шарля Баглера. Все посвящено Баглериану, приводятся и его стихи, и работы о нем. И очень две или три работы, которые рассказывают о биографии Шарля Баглера, тоже будет интересно. Ну вот, мы закончили с июлем. И переходим к августу. Журнал «Звезда» Ленинградский, восьмой номер. Здесь мне очень понравилась работа Ирины Винокуровой, которая посвящена 120-летию Нины Берберовой. Нина Берберова – это известная писательница, которая жила за границей и писала воспоминания. Они были очень популярны в 90-е годы, прямо на расхват эта книга шла. И она была еще одной из жор Хатасевича, если кому-то это интересно. Ну так вот, эта работа рассказывает о замечательной этой писательнице, и в том числе о каких-то биографических штрихах ее жизни. Еще… А, здесь больше мне, пожалуй, ничего и больше не понравилось. А мы переходим теперь к журналу «Москва», где он есть. «Москва. Апустовский номер». Для любителя творчества Юрия Полякова, его рассказ «Сов детства» и «Повесть пересменок». Я знаю, что многие любят творчество. Вот, посмотрите, то, что он написал, совсем не так. И здесь же очень интересный, необычный построй по тематике стихи Анфисы Третьяковой. Тоже незнакомый для меня автор, может быть, и вы не знаете. Познакомьтесь, пожалуйста, любопытные стихи. И в рубрике «Публицистика» привлекла мое внимание работа Дмитрия Владихина и Михаила Павловича Саблина. Саблина – это правда адмирал, это был, так сказать, командир, командующий Черноморским флотом. И во время Первой мировой войны, что он сделал? Он, в общем-то, спас от разгрома Черноморский флот, потому что он заменил флаги, красные флаги, на флаги Украины. И таким образом сумел безболезненно вывезти флот из Крыма и провести корабли по Новороссийскому. И вот такой трюк совершил молодец, генерал, спас и команды, спас и Российский флот. Теперь новый мир, номер 8. Ой, здесь стихи, замечательные стихи Юрия Ряшенцева. И Катя Коколыч, кто не знает этого автора, советую обратить внимание. Это русская писательница, пишет на русском языке, и теперь уже и прозу, стихи преимущественно. Живет она в Америке. И стихи Ю, они очень необычны для современного звучания. Скорее они напоминают поэзию Серебряного века. Пожалуйста, тоже обратите на нее внимание. И еще понравилась мне работа Анны Голубковой «Несколько коротких историй». Очень лаконичная, четкая и емкая проза. «Иностранка», номер 8. «В иностранке» работа Кати Петровской. Это тоже наша соотечественница, которая живет в Германии, пишет на немецком языке, кстати. Работа Баби Яр, это глава из ее книги о страшной трагедии, которая случилась в 1943 году, когда было уничтожено почти 100 тысяч человек. Но работа целиком не посвящена трагедии Баби Яра, а это такая перекличка, переплетение современной жизни с отсылкой к прошлому. С такими в историческом контексте все это обыгрывается. Посмотрите, любопытная работа. Еще здесь мне очень понравилась повесть известного итальянского писателя Карла Эмилингада «Сан Джорджио в доме Троки». Но особенно мне понравились повести американскому писателю, кстати, малоизвестному, уж не знаю почему, Уильяма Ноу в жанре хорро. Сюжеты необычные очень, ну, в соответствии с жанром, в котором он пишет. А уж развязки вообще совершенно необычные. Не знаю, мне прям и нервы пощекотало, и сюжеты понравились, и развязки удивили, и вообще прекрасный писатель, читатель. Москва, номер 9. Так, журнал «Москва», номер 9, сентябрьский уже. Хорошо, что они уже все поступили в библиотеку. Редкий случай. Что здесь интересного? Две массовые давки в Москве – это работа Юрия Барыкина. Первая массовая давка, всем известная, она случилась в 1896 году на Хадынке, здесь, в Москве, во время коронационных торжеств по случаю вступления на престол Николая II. Вторая массовая давка случилась в марте 1953 года в Москве во время похорон старинок. И вот как соотносится количество жертв, почему все это случилось, можно узнать в статье Юрия Барыкина. Здесь же в разделе «Культура» интересна еще статья Виктора Хрулева «Чехов и Авилова». Лидия Авилова – писательница, она писала прозу и высылала ее на рецензию к Чехову. Чехов в каких-то ее рассказах отзывался очень деликатно и положительно. И позже, уже после смерти Чехова, она написала книгу о Чехове. Современники считали, что у них был роман. Так это или нет, непонятно. Ну, во всяком случае, автор предлагает на эту тему поразмышлять. Да и под заголовок здесь тоже интересный в этой статье – тайный роман или литературная игра. Вот, разбирайтесь. Новый мир. Номер девять. Прекрасная подборка конкурса «Секс. Столетию Станислава Лема». Известный польский фантаст, написал огромное количество книг. И не менее прекрасная подборка. И, может быть, авторы, которые написали сюда статьи, тоже когда-нибудь станут такими же известными, как Станислав Лем. Звезда номер девять. На обороте обложки стихи Николая Степановича Кумилева. Прекрасные стихи. Позволю себе прочитать двадцать четверостишие. И вот мне приснилось, что сердце моё не болит. А на колокольчик фарфоровый в жёлтом Китае, на пагоди пёстрых. Висит и привет на звенит. Вымаливаем небе, разня журавлиные стаи. А тихая девушка в платье из красных шинков, где золотом вышиты осы, цветы и драконы, с поджатыми ножками, смотрит из мыслей и снов. Внимательно слушает лёгкие-лёгкие звоны. Написано в 1913 году. Абсолютно прозрачное, изящное стихотворение. Здесь же в этом номере ещё стихи Александра Кушная. И в рубрике «К восьмидесятилетию» Сергея Довлатова и переписка Довлатова с Игорем Павловичем Смирновым. Игорь Павлович Смирнов – это исследователь, который работал в Пушкинском доме в Петербурге. И приблизительно в одно и то же время они эмигрировали с Довлатовым за рубеж. И там поддерживали отношения и, в частности, переписывались. Вот эта переписка приводится здесь. И здесь же в рубрике «Уроки изящной словесности» работа Александра Жалковского «Как сделан Воронцов-Пушкин» в структуре эпиграммы «Полон-Лорд». Напомню вам эту эпиграмму. Полон-Лорд, полу-купец, полу-мудрец, полу-невежда, полу-подлец. Но есть надежда, что будет полу-мудрец. Граф Воронцов занимал высокие должности в иерархии русской государственной власти. Но у Пушкина с ним отношения совершенно не сложились. Возможно, из-за того, что он довольно настойчиво ухаживал за его супругой Елизаветой Ксавериной Воронцовой. И случалось это в Крыму, в Воронцовском дворце. И, в общем, Кушкин не забывал о том, чтобы периодически колоть как можно больнее графа Воронцова в своих стихах. И вот написал про него такую полку эпиграмму. Но в данном случае речь идет не об исторической подоплеке этого его произведения, а о структуре и семантике. Это лексический разбор. Иностранная литература номер 9. Что здесь интересного? Советую вам обратить внимание на работу Эмилио Карбонита в тот день, когда сбежали львы. Это парс в трех действиях. Перевод и вступление Алексея Гришина. И еще мне очень понравилась работа. Это будущая книга Александра Леверганта «Викторианская серия». Леверганта – помогливый переводчик, литературный вед, а это его работа. Фрагментом из этой работы он с нами сейчас и делится. Вот, пожалуй, и все. На этом мы наш обзор заканчиваем. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин